всем привет youtube привет все-таки дошел ход вот у меня такой немножко opel не такой как было раньше она чуть постарее ну вот и он разбирается совершенно по-другому тут такие приколюхи как вот она внутри жесткость стоит для чего туда впихнули непонятно с этой стороны и той стороны нету вот и пойди я не понимаю для чего здесь жесткость стоит здесь ее нету вот что тут такого ну это ладно бог с ним и немножко разбирается машинка по-другому тут пришлось ее освежить разобрать вот и банк передние и задние вот зеркало то же самое окрасит не взял не вы значит по креплением что вот начиная мы снимаем солнцезащитные козырьки или вот ему вот на стойках такие вот у нас зеркало очки здесь у них вот вставляются такие расширители вот это спальная правда стойки это больший а там вот такие меньше стоит нужды кстати был поломанный вот без шляпки вот вот эти такие расширители сейчас я покажу оригинальный вот два центральной стойки это вот отсюда а вот те которые поменьше достану вот он такой это ставится вот сюда вот его только тронул он отлетел опять же ночь чему тут держаться чуть пожестче он там засел застарелся и все отломается потому что сделано так чтобы отломал так ладно проехали идем дальше идем значит здесь понятно стойка здесь вот все на саморезиках это а вот ответная часть которая вот здесь здесь у нас такая небольшая затычка вот она выдвигается образом сюда отверточкой выдвигаешь и все выходит так теперь что у нас центральную стойку тоже мы разобрали вот она тут стоит вот здесь такая же вот клипса стоит вверху вот такая клипса которую вынимают потом там внутри нас ожидает тоже вот так люб на нем пружина и все это вот вы теперь что еще ну вот это центральная конца тут тоже разбираем снимаем стекло вот два шестиграничка которые не выпадают они там на прокладочках и снимается эта часть я снял вот эту часть заглушку она как бы не нужно не надо было снимать верно можно было ее не снимать вот это ни на что не повлияло вот что еще но сейчас наверное сзади ручки понятно сейчас я покажу долезу в том что тут получается что я сначала разобрал машинку вот здесь вот что касается ручек вот такие здесь есть ёжики как бы направляющие и и ёжики и вот сюда вот под дева мы видим вот шестиграничек ну чтобы они пялись я опять защелкнул их назад вот несколько неудобно репортал селся на футбол и сейчас я накину клемму опять же вот толок вот слава богу ничего тут не наклеена раз два три жесткости по центральной стойке жесткость широкая ну и в принципе так особо ничего такого серьезного что надо уделить внимание ну и задняя часть сейчас я покажу как она там разбирается о а чё это клемму накинула он не открывать интересно такое ладно сейчас на паузу поставлю открою ну оказалось все просто я вспомнил что вот этот разъемчик этот разъемчик папу маму я их рассоединила на кнопочку отсюда вот жму-жму-жму-жму не открывается но ответ был найден значит что вот на что обратить внимание следует когда разбираете тоже на зажимчики вот их тут шесть штук они довольно таки не очень легко и приятно выходят поэтому будьте аккуратны это раз вот ну и степи вот вот она отсюда боковинки тоже я их просто изнутри они на вот таких защелках так сам вот этот багажник папу на большая вот она вот этих клипс очках часть осталась тут часть осталась вот ну что фонари фонари как вот шестерки семерки на него там были вот закручивается так что тут ключи не нужны скручивать остальное все я думаю как бы довольно достаточно просто мне вот надо было еще одна приколюха вот держится на пучка блин ну смех и грех ей богу вот ну можно было пару клип сюда поставить или три штучки допустим клипсы ну как на липучках вот тем не менее держится конечно тут она под пинку заходит ну как решили производители так и правильно все закрывается вот по разборке вот такие небольшие нюансы в это есть вот они отличные опеля более свежей модели поэтому кому интересно вот иметь по разборке как вот сниму еще вот эти стойки вот пружинка одна вторая вот это направляющая вот такие вот у нас машины все что попадается снимаю кому-то надеюсь это пригодится потолочек слава богу больше ничего тут никакого хлама на нем нет машина как бы вот шторок безопасности на ней нет вверху вот вот такой вот оппель ну вот еще одно небольшое дополнение к тому видео снимая вот эту пятую дверь вот снимает вот так друг напротив друга вот так стоят вот такие вот у нас вот и они фиксируются вот такими пружинистые стали с пружинной фиксаторами вот все легко и просто а тем не менее небольшой конечно люфт у них есть но когда дверь так сказать никаких проблем я ее колыхал вот так ничего подобного и вот на другом автомобиле на друг или там по-другому немножко все это снимается поэтому ну я как бы за ваше внимание что не везде и не всегда снимаются с нижней стороны конечно нужно снять отсюда но это чревато тем что вы попадаете на регулировку потом вот поэтому снимать надо так сверху для чего это сделано во первых для того чтобы для удобства ремонта самой двери это вы увидите попозже в следующих видео ну и также для удобного доступа здесь на крышу вот в этих местах и как бы то мы ремонтируем у нас двух дверка трех отсюда особо доступа нет вылет большой туда а здесь поставь лампочку отсюда поставив подвесик вот так самодельно самопальный вот здесь бронелента чтобы не повреждать ничего ставить крючок и и спокойно работать насто достанем вот так